Вы знаете, просто, наверное, я бежала, 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 как белка. Выполняла одну и ту же работу, приходила с работы домой, занималась с детьми. Это все было монотонно. Я не ценила жизнь, не ценила каждый свой день, свое счастье, я не понимала. А сейчас я чувствую вкус жизни. Мне кажется, наоборот, женщины более мужественны, потому что встречала я и женщин, и мужчин. Женщины стараются никому не говорить, мое мнение держат в себе. Многие мужчины плачутся, что у меня все плохо, совсем плохо. Женщины всегда вот так вот. Сегодня девушки здесь, все девушки, они хвост пистолетом улыбаются, смеются, радуются жизни. Я вместе с ними тоже радуюсь. Самое страшное то, что это на самом деле было состояние перед, это была реальная близость смерти. Это, ну, первоначально это очень пугает. Это потеря сразу 10 килограмм, то есть это психологически, видимо, так сказалось. Потом ты понимаешь, что вообще смерть-то, в общем-то, не так и страшна. То есть ничего там такого нет, подумаешь. То есть какие-то проблемы или какое-то свое состояние, чувствуешь даже какую-то легкость. Но самый страх за то, что у тебя есть дети, двойняшки. И мне хотелось пока еще рано. Такое ощущение, что у меня еще есть чем заняться. У меня еще весь мир не объезжен до конца, так сказать. То есть еще много есть дел. То есть не-не-не, не сейчас. Редактор субтитров А.Семкин